Сегодня поговорим об одной интересной доработке в конструкции подвески, о которой я лично признаюсь узнал совсем недавно. Возможно вы видели надетые на пружины шланги, сейчас расскажу для чего это делают. Практически любой автомобилист так или иначе дорабатывает свой автомобиль. Есть конечно вообще фанаты тюнинга, но обычно это небольшие доработки с использованием практически подручных средств. Вот например, что может быть доступнее отрезка шланга. Он есть практически в любом хозяйстве, а если нет, то его легко можно приобрести за сущие копейки. Сама доработка смотрится несколько странновато, но это только на первый взгляд. На самом деле причина очень банальна – обычное стремление продлить срок службы пружины. Для этого и одевают на нее шланг. Он защищает от лишней пыли и грязи, износ становится меньше. Кроме этого есть еще один плюс – шум при проезде по неровным дорогам снижается. Чаще всего шланги используют самые обычные резиновые, но иногда попадаются и полиуретановые. При капитализме на такие вещи быстро реагируют и уже появились в продаже специальные шланги – чехлы от производителя. А кое-где на СТО вам с радостью предложат подобную дополнительную услугу. Впрочем, какого-то единого мнения по поводу таких улучшений не получилось. Мнения диаметрально разделились. Кто-то обеими руками за подобные доработки, а кто-то относится скептически. Первых, правда, больше. Те, кто так делал, утверждают, что эффект от подобных доработок есть. Хотя и не сильно большой. Главное угадать с диаметром шланга. Он должен плотно сидеть и не съезжать. Это позволяет увеличить ресурс пружины и дольше сохранить ее в нормальном виде. Продажа подобных трубок в интернет-магазинах и автосервисах вроде, как тоже говорят, за то, что смысл в подобных действиях все же есть. Или это просто желание заработать на возникшем спросе. А вы слышали о таком способе? Может, сами пользуйтесь. Напишите в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»